нужно мне сделать рамку вокруг телевизора вот я купил телевизор собственно это будет не телевизор будет использоваться не как телевизор а как фоторамка то есть я хочу повесить его на стену сделать рамку как у картин загрузить на этот телевизор картины с классику русской и мировой живописи и чтобы эти картины менялись там один или два раза в день на экране и дети проходя мимо могли постепенно привлакать знакомиться с классикой мировой живописи сами до сих пор помню как у нас на кухне висели картины шишкина репродукции естественно репродукции картин шишкина утро со словом лесу алёнушка восьмисовый я до сих пор эти картины помню в мельчайших деталях это у этого телефона есть функция smart tv поэтому можно будет загружать через вайфай непосредственно с компьютера но до этого еще рано сначала нужно сделать сделать рамку ну что начинаю распечатывать экран у телевизора небольшой 22 дюйма но большой я не хотел не хотел вешать на стену чтобы сильно не давило то есть сейчас что мне нужно сделать рамку которая закрыла бы края экрана и по толщине и сделать такой чтобы она плотно села к стене он получается достаточно толстый но здесь собственно делать нечего и заодно я хочу также попробовать новую функцию которая появилась в карби про версии 8 5 это так называемый молдин молдин тул пас то есть изготовление как раз рама позволяет проектировать рамки любой формы любого размера вот я хочу на этом примере как раз попробовать эту функцию которая я думаю последующем мне пригодится и например и для шахмат шахматных досок толщина здесь достаточно большая получается от экрана 55 миллиметров поэтому рамка буду сделать делать составной из двух частей то есть будет одна половина и вторая вторая будет часть поскольку по высоте у меня на станке такая толстая заготовка не пройдет ну неудобно с ними работать поэтому сделаем составную ну сейчас снимаю размеры и делаю чертежи сделаю наброски точные чертежи конечно сделаю сразу на компьютере рамка получается примерно где-нибудь 610 на 405 шириной рамки сделаю 70 может быть 80 сейчас посмотрю на компьютере внутреннюю часть которая будет чуть меньше чуть экрана буквально на два три два три миллиметра чтобы прикрывала будет обратная сторона где отверстие углубление будет равное наружным размером экрана но и еще будет как бы вторая сторона поскольку как я говорил я не могу отфрезеровать сразу полную рамку которая по размерам будет такая же как обратная часть только сквозная и сделаю еще верху и снизу отверстие для охлаждения размеры будет сделано на компьютере поскольку все дело торцевое то и эту рамку тоже сделаю торцевой торцевой и отверстие для охлаждения島 гастроли торцевая террасла замкнули Сейчас мне нужно склеить вот такую рамку лицевую, сразу сжатыми брусками, которыми я буду крепить заготовку к столу станка. Добавляем к столу. Для чертежи рамки, вот такая будет рамка, вот такой профиль. Также здесь будет сделана обратная часть, это рамки, куда собственно будет вставляться телевизор. Ну и задняя часть с подвесами, с вырезами для вентиляции и так далее. Но основное то, что нас интересует, это вот эта лицевая часть. Для того, чтобы сделать эту рамку, выбираем функцию Molding Tool Pass. То есть, я еще раз говорю, что это новая функция VK V Pro 8.5. Как она делается? То есть, выбирается вектор, вокруг которого будет строиться рамка. И затем выбирается профиль. Ну, я нарисовал вот такой профиль. Ничего необычного нет. И вот этот профиль будет построен вокруг этой рамки. И вот выбираем инструменты. Я выберу коническую фрезу Bollnose 2 мм. И для другого фрезерования выберу 6-мм фрезу. Задали все параметры. Обязательно нужно указать Create Sharp Coders. Сделать острый углы, потому что в противном случае, рамка будет закругленная. И делаем расчеты. Вот что у нас получается. Вот такая получится рамка. Это все будет вырезано. Пока будет вырезано. Дальше обрезаем по размеру снаружи. Изнутри делаем заднюю часть этой рамки. Она простая. Куда будет вставлен телевизор. Главное, по размеру. И делаем заднюю часть этой рамки. Вырезаем по размеру. Делаем отверстие для подвесов. Вырезаем отверстие для вентиляции. Обратная сторона лесовой части готова. Мы получили углубление, в которое ляжет корпус телевизора. Это углубление нужно было сделать для того, чтобы центр телевизора совпал с центром рамки. Дело в том, что экран смещен относительно корпуса на 6 мм. То есть, вот эта полоска шире, чем эта. Также были сделаны отверстия под штифты. Поскольку фрезерование двустороннее. Сейчас я переверну. Вставлю штифты и центры лицевой и обратной стороны точно совпадут. Под штифты буду использовать 4-мм сверла. И закрепляю шурухами. Все, штифты можно убрать. Первым делом сделаю внутреннюю рамку. А затем уже перейду к фрезерованию профиля. Сейчас переходим к основной операции. Это фрезерованию профиля. Состоит она из двух частей. Сначала будет грубое фрезерование 6-мм фрезой. Затем уже чистовое фрезерование. Затем уже чистовионом. Затем более простую. Черновое фрезерование закончено. Сейчас перехожу к чистовому фрезерованию. Буду использовать вот такую коническую фрезу. Наконичник у нее 2R равно 2 мм, то есть диаметр 2 мм, соответственно радиус 1 мм. В принципе, можно было бы сразу фрезеровать такой фрезой без черного фрезерования, но в профиле есть плоские части. Данная фреза эти плоские части будет пропускать, не будет фрезеровать повторно. Это позволит сэкономить. Сэкономить. Фрезерование профиля завершено Когда получилась рамка Небольшой брак Здесь заметный полос Дело в том, что не очень плотно Была прижата центральная часть Здесь все ровно А здесь вот идут полосы То есть надо плотнее прижимать Длинные стороны Но рабочее поле у меня маленькое Поэтому мне просто не за что было засыпиться Буду доводить это все вручную Лисовая сторона рамки готова Она идеально ровная Все размеры соблюдены Теперь займемся фрезерованием Задней стороны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Целый день потратил я на фрезерование Ну наконец-то все готово Мне пришлось сделать рамку не с двух А из трех частей Поскольку телевизор достаточно толстый 55 мм И он не садился в две рамки А глубины фрезерования у меня не хватает Сейчас осталось только эти рамки склеить И завтра продолжить обработку Скрепляю легкими струбцинами Поскольку можно повредить профиль Ночь прошла Надеюсь, доска хорошо высохла Нужно снять стоп-серок Все, начинает заниматься Отделка Сейчас нужно обработать Боковые грани Получилось достаточно толстой И поэтому тяжеловесной Но ничего не сделаешь Потому что сюда нужно вставить телевизор Который имеет определенную толщину Но чтобы сделать ее более легкой Сделаю такие небольшие скосы На рамке Это сделает ее более изящной Но, конечно, максимум, что я могу Это буквально Миллиметров 8-9 снять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попался мне сучок Но это нижняя сторона Все это зашпаклюю Ничего видно не будет Буду шпаклевать Вот как раз сучок дуба Он примерно по свету подойдет Но полость, конечно, большая Поэтому Сохнуть будет долго Шпаклевать придется 2-3 раза Придется подождать Было много шлифовки Но сейчас вроде бы Рамка готова под Покраску Внутри, конечно, не обрабатывали Смысла нет Так что начинаем Начинаем красить Нанесу 3 слоя лака Вот два уже нанесены Сейчас поставлю Последний шлифов И наношу последний слой лака Третий Сюда вставим телевизор Телевизор? Да, это будет картины Показывать Да Картины показывать Да, будет картины показывать Ты же хочешь стать художником Да, для телевизора Ты же хочешь стать художником А я телевизор тебя не волну? Да Я просто Смотри, что там синий цвет А что это слово? Показать ящерицу? Там точно Я не ползу сами Я сейчас сами не ползу Показать ящерицу? Да Звучит 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 и и и и и и Так, все хорошо, и сейчас еще нужно каким-то образом его закрепить. Закреплю телевизор вот такой деревянной планкой, она будет под напряжением, как раз хорошо прижмет. Вот так это будет выглядеть. Проводов нет, поскольку жена запретила мне болтающиеся провода, поэтому пришлось просверлить стенку насквозь и вывести сетевой шнур в гараж. Ну вот, выглядит почти как картина. Приходили недавно гости и спрашивают, на чем это нарисовано. В принципе, цвета достаточно натуральные. Отформатировал я все фотографии под размер, вставил название и надеюсь, что дети, хотя бы проходя мимо, будут обращать внимание на фотографии, что вызовет у них интерес к живописи. Я понимаю, что так живопись не изучается, это не серьезное изучение живописи, но даже то, что они будут видеть перед глазами лучшие образцы российской мировой живописи, это пойдет им на пульс. Закачала 900 картин самых высших русских художников, в последующем закачала фессионистов в другие направления и будет вот таким образом висеть на стене. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok